Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко. Мы помним с вами, что обычно мы говорим о дне знаний в районе 1 сентября, но знания только начинаются 1 сентября, а потом продолжаются. И вот этот первый такой период очень важен, и может быть поэтому в сентябре 27 числа, именно в этот день, появляется такой замечательный праздничный день для всех работников дошкольного образования. Ну и дошкольное образование плавно переносится в школьное и так далее, а потом еще и день учителя там недалеко, все это происходит осенью. И поэтому мы решили сегодня пригласить в нашу студию людей, которые пришли с приятными вестями, потому что кое-что открылось у нас и работает с новой силой. У нас в гостях директор образовательного комплекса «Созвездия» городского округа Люберца, депутат Совета депутатов городского округа Люберца Оксана Витальевна Кромина. Здравствуйте. И Мария Константиновна Козловаева, заместитель директора по воспитательной работе, учитель школы «Созвездия», которая входит в этот, собственно говоря, образовательный комплекс. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Ну, поздравляю вас с днем дошкольного работника, потому что все начинается яслий садик, и только потом мы приходим в школу, где начинается уже социализация, а дальше там еще вуз и так далее. Но мне кажется, что вы точно пришли с приятными новостями, потому что когда-то была тема, что что-то скоро откроется, и вот, я так понимаю, открылось, да? Да. 2 сентября. Так, о, День знаний в этом году, 2 сентября, да? В нашем новом районе, мы знаем, что у нас есть такой район, это ЖК 1 Лермонтовский, ЖК Облака 2.0. Свои двери открыла для наших люберчан просторная, красивая школа и дошкольное отделение, детский сад. То есть у нас такой комплекс, школа, детский сад. Получился в школе и сразу... Ой, получился в садике, не получился, а походил еще, повоспитывали тебя, а потом пошел учиться в школу. Очень удобно. Конечно. Во-первых, и для родителей очень удобно, и есть преемственная система образования, есть некая такая общая линейка. Ну, я так понимаю, вот когда мы в последний раз с вами встречались, тогда я наверняка задал вопросы, как идет строительство и так далее. То есть сейчас уже полностью все сдано, да? То есть это уже, как уж называется, под ключ. Или еще какие-то есть доработки там? Нет, комплекс введен в эксплуатацию. Дети посещают и дошкольное отделение, и школу. Дошкольное отделение, как вы уже уточнили, это 7 групп, и одна из них ясельная. То есть наши дети уже с малого возраста. Ну, и получается, это те самые дети, которые потом вырастут и будут бить себя в грудь, и говорить, мы были первые. Это первые, кто мы пришли сюда, да? Обычно там учитель приходит первый раз в какую-то школу и говорит потом, вот вы у меня были первыми. А тут, получается, у этого здания, да, первые посетители. Ну и что говорят посетители нового здания? Вы же слушаете их, как еще и заместители по воспитательной работе? Ругают, хвалят. Все ли нравится? Нравится. Это первое, с чего я начала первый урок в классе. Да. С того, что они являются первооткрывателями. Они начинают историю нашей школы. И в их руках такое большое величественное здание. Они гордые, им нравится. Им нравится форма, которая у нас в школе. Им нравятся стены, кабинеты, педагоги. И они знакомятся, знакомятся. Ну мы сейчас, естественно, коснемся каких-то и школьных тем и так далее, потому что у нас, видите, такой конгломерат образования. Тем более у нас живой депутат здесь находится. А мы знаем, что вопросы, связанные с воспитанием детей, если сад, это всегда номер один, наверняка к вам приходят там устроиться, или что-то не нравится, или, ну, это жизнь. А также потом начинают искать школу, в которой нужно устроиться и так далее. Вот сама это новое здание, оно сделано по последнему, да, слово, я так понимаю, техники, все, что должно соответствовать ГОСТам, стандартам? Да, конечно, инновационные здания, современное оборудование, все прекрасно. Но я хочу сказать, что наши дети, они сами по себе инновационные, современные. И для них это норма. Звучит даже немножко пугающе, инновационные дети, это как? Если мы, как бы, воспринимаем школу, проектор отличный, компьютеры замечательные, ноутбуки, программы и так далее. То есть гаджетность присутствует. То для детей это норма. Они пришли в школу, и мы считаем новое, современное, они говорят, так и должно быть. Это радует, это радует. Это радует. И у них наверняка есть с чем сравнить, потому что есть какие-то связи с другими, кто не учится в этой школе. Конечно, у нас дети приехали со всех уголков Российской Федерации, в буквальном смысле. Киров, Курск, Тамбов, Улан-Удэ. Так у вас прямо такая, как, межрегиональная, можно сказать, школа, да? Да. Чуть ли не международная. Новый район. Получилось, мы запускали школу, а застройщик сдавал дома. И родители в буквальном смысле заселялись, дети начинали посещать образовательные учреждения, и все это было в таком интенсиве, что ребенку волей-неволей пришлось социализироваться в этом во всем. Ничего, вышли из этой ситуации. Сейчас уже у нас 27 сентября. Грубо говоря, мы месяц обучаем детей. Пролетел. Пролетел. А вот скажите, сколько, в общем-то, детей сейчас учится? Вы же набрали сразу несколько классов. Свыше тысячи. Да, то есть это такая площадка солидная. Первый класс, с 1 по 11 класс или как? У нас набор в первые классы превысил 200 человек. 8 первых классов. 8, 1, А, Б, В. Это я пытаюсь понять, какая последняя буква, потому что вы, наверное, слышали. Последняя буква Э. Да. Потому что эффективная начальная школа. Мы вошли в проект. Нет, просто есть, я не помню, в каком регионе России школа, где первая буква Э, не потому что какое-то, а именно Э, алфанита. Есть и такое, да. Есть такая школа, где практически весь алфавит первый класс. Но давайте вернемся к самой школе. Вот вопрос тут уже по воспитательной работе, потому что как только начинается образование, начинается уже воспитание, верно? Социализация – это слово, которое сегодня так мы употребляем. Действительно, ребята же из разных регионов, да? Кто-то переехал, кто-то еще, наверное, может быть, добавится. Вот. А как она происходит? Это же не то, что пришли в ту же школу, там уже, да? Знакомы с первого класса. Сложнее проявление? Ну, возможно, сложнее, но у детей есть второй шанс произвести первое впечатление. Вот. Потому что они пришли в новую школу, в новый коллектив, новые учителя. В помощь им в социализации, их классный руководитель и прекрасный педагогический коллектив, которые наш руководитель собрала вокруг себя для того, чтобы… Да, идут на контакт, потому что все-таки они должны понять, что все новое, то есть, может быть, где-то еще можно, ну, спрятаться пока там где-то, может быть, там какой-то учитель не всех еще нашли, где-то чего-то, ну, как вот в вузах, да, тоже расписание составляют, пока они составят, вот, можно просто незаметно как… Ну, незаметно быть. Или у вас уже идет строгий такой процесс учебный? Нет, процесс строгий, за этим следит и административная команда, и педагогический коллектив, да. Это первый вопрос, наверное, к которому руководитель ко мне придет. Коль, мы говорим о команде, потому что, ну, можно быть, команда слова такое у нас со времен 90-х, да, появилось, но команда бывает разная, бывает команда корабля, бывает футбольная команда, команда на заводе, на предприятии, но тут команда, которая занимается, вообще-то, человеческими душами, да, тут никак нельзя взять человека, который, ну, небезопасен с точки зрения учебно-воспитательного процесса. Оксана Анатольевна, где искали этих людей? Или все прям с радостью в новую школу современную, с гаджетами, прилетели сами, сказали, хочу быть у вас учителем? Нет, мы, конечно, процесс формирования команды начали заблаговременно, буквально с октября прошлого года. Ну, за год фактически. Да, потому что набрать коллектив, который численно составляет свыше 100 человек, конечно, нельзя за один месяц. Мы вели переговоры, проводили видеособеседование, педагоги приезжали, то есть у нас, я не хочу сказать, что все наши педагоги – это жители нашего ЖК, нет. То есть люди целенаправленно… Ну, это невозможно, да. У нас учитель химии, учитель физики, учитель биологии. По программе, наверное, какой-то, то есть у них, они не просто, может быть, переехали, там еще какую-то помощь им оказывает государство, да? Конечно, все социальные гарантии школы государственной, они у нас есть, и имеется, естественно, что учителя шли под определенную программу. Мы компенсируем аренду жилья, мы предложили условия, которые для них интересны, и, собственно говоря, они в новой школе как раз могут себя проявить изначально. Ну, и фактически все с нуля. Новая школа, да, дети разный возраст, разные классы, но, тем не менее, как вы правильно сказали, опять все по-новой выстроить. У вас же еще фактически даже нет истории, да, школы, ну, когда вот обычно говорят в нашей школе, там и 40 лет, и 50 лет назад, а у вас все только начинается, и вы фактически сами сейчас творите. Когда-то ваши портреты будут висеть в этой школе, будут все ходить и говорить, вот эти люди впервые нас открыли. И, возвращаясь к педагогическому составу, ну и как, все терпят, все выдержали или кого-то пришлось отсеять? Ну, что значит терпят? Педагог терпение и мудрость. Ну, по-разному же бывает. Вы довольны? Вот я так поставлю вопрос. Время покажет. Но на данный момент у нас вакантных мест нет. То есть все уроки, согласно расписанию, ведутся, учителя на местах, на данный момент все прекрасно. Понятно. Ну и вопрос, а дети что говорят? Вы же, наверное, там подслушивать как-то должны, в хорошем смысле слова, какая-то информация приходит. Что говорят о педагогическом составе? Нравится им? Есть ощущение, что они не только вот в новой школе, да, в такой продвинутой, но и такие со всего, можно сказать, со всей России приехали к ним преподаватели? Есть какие-то вот... Ну, сейчас они пока учителей измеряют по строгости. Кто более строгий, кто более мягкий, ловерный. Строгих-то больше, наверное. Но если не любят, то боятся, да? Ну, я думаю, что боятся сейчас современные дети. Вы строгая? Я, наверное, в меру. Как я своим ученикам сказала, что повезло ли вам, что я ваш учитель географии, вы скажете мне в конце года. Ну, тем не менее, это же важно, наверное, какой-то потом будет проводиться, ну, внутренне, может быть, как срез, да, как преподаватели. Конечно, как в любой школе. Потому что когда мы общаемся, кстати, ну, с депутатами, которые у нас занимаются образовательным направлением, и с учителями, и, кстати, с представителями высших учебных заведений, мы все время задаем главный вопрос. Что все-таки важнее, образование или воспитание? Это же такой процесс параллельный, да, существующий. Вот какая задача, Оксана Натальевна, стоит прежде всего перед новой школой, где все новые, вот сейчас, ну, не знаю, перед Новым годом выйти к какому-то взаимопониманию, какие-то традиции, наверное, появятся. Что вы ставите себе вот сейчас в основу этой деятельности? По поводу воспитания и образования, я считаю, что эти два понятия разделить нельзя. Не может быть человек образованный и невоспитанный, да? Или воспитанный, но не образованный. Да, это какая-то все-таки должна быть некая грань. Есть, конечно, хулиганье, да, однозначно. Но каждый хулиган может быть и воспитан, согласитесь. И станет потом, кстати, весьма очень лидером. Да, нельзя детей раскладывать на какие-то полочки. То есть мы в любом случае должны подойти к этому процессу обдуманно, индивидуально и коллегиально. И работать со всеми. И работать со всеми. Но чувствовать детей нужно. Потому что если сейчас мы допустим слабинку, потом мы их не соберем. Не заберем. Но помимо детей есть и родители. Это мы поговорим во второй части. Потому что родители... У нас теперь появился, кстати, такой глобальный государственный родительский комитет. Видно, что этому уделяется большое внимание. Но, в общем-то, родители всегда уделяли. Во второй части мы поговорим. Напомню, что у нас в гостях сегодня Оксана Витальевна Крымина, директор образовательного комплекса. То есть не просто одной школы, а целого комплекса. Куда школа входит? Ясель, садик. Это называется комплекс созвездия городского округа Люберцы. Также является депутатом сайта депутатов городского округа Люберцы. Поэтому знает не понаслышке, в том числе, образовательные проблемы, которые решаются в округе. И Мария Константиновна Козлобаева, заместитель директора по воспитательной работе, учить школы созвездия. Мы с вами сейчас попрощаемся, потому что работы-то много. Воспитательную работу нельзя ни на секунду остановить. Но во второй части у нас придет новая гость, о которой мы расскажем сразу же после перерыва. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня в день работников дошкольного образования. Мы говорим о дошкольном образовании и о школьном образовании, потому что открылся новый замечательный образовательный комплекс, директор которого Оксана Витальевна Кармина присутствует здесь. Называется он «Созвездие». Находится он в городском округе Люберцы. Оксана Витальевна у нас еще и депутат, это депутат в городском округе Люберцы. Уверен, что это в какой-то степени помогло этому комплексу все-таки не только состояться, но и быстрее открыться с хорошими педагогами. В первой части у нас была заместитель директора по воспитательной работе, учительница школы «Созвездие» Мария Константиновна. А сейчас прошу любить и жаловать еще одну участницу нашего сегодняшнего разговора. В общем-то, ради кого все это и делается, да? Это Арина Ковалева, ученица 10-го класса школы «Созвездие» городского округа Люберцы. Социально-экономический профиль с углубленным изучением математики и общества знания. Это очень серьезная история. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос все-таки я должен адресовать Оксане Витальевне. Всегда спор шел в последние годы. Вот есть как бы обыкновенная школа, потом, помните, появились 90-е лицеи, гимназия. Ну, вроде все об одном и том же, названия только разные. Ну, и есть правительственные какие-то программы государственные. Вот эта система профилей, о которой нам сейчас с удовольствием Арина тоже поведает, я думаю, они-то там точно знают, потому что кто куда хочет. Она действительно, вы считаете, действующая? Вот есть как бы обычная школа, ну, как бы универсальная, либо вот с профилем математика, там, иностранный язык. Почему эти профили нужны? Я считаю, что это действующая система, потому что мы, педагоги, должны ориентироваться на детей и работать от детей. Что такое профиль? То есть мы понимаем, что есть некие ученики, которые будут поступать в ВУЗы. По какому-то направлению. По какому-то направлению. Предположим, Арина. Она будет сдавать профильную математику и общество знания. Соответственно, ей нужно обучаться в классе, где на эти предметы уделяется больше времени, внимания. Более опытные учителя там работают. Второй класс у нас химико-биологический. То есть это дети ориентированы на профессии, связанные с углубленным изучением химии и биологии. Может быть, даже и медицина сюда пойдет. Медицина, да. И получается, что директор школы, если бы мы функционировали в прошлом году, провела бы анализ среди учеников девятых классов. И, скорее всего, я бы выяснила у них, какие предметы им нужны. А вот так это делать. И мы открыли для них профиль. В этом случае мы провели мониторинг среди тех десятиклассников, которые планировали к нам поступать. Кем бы ты хотел быть? Вечный вопрос. Что бы ты хотел изучать, скорее всего. Потому что, как правило, они кем хотят стать, меняют в течение даже двух лет. Но единственное, что если они приняли решение сдавать математику, общество, как бы нелогично будет, если она изучала математику, а в одиннадцатом классе пришла и говорит, «Оксана Литальевна, я вот решила химию сдавать». И к чему мы придем? Ну, математика и химия еще хоть более-менее близко. А вот если математика и вдруг история, как-то тоже может быть любопытно. Но дать подключать Арину, потому что, Арина, вам вообще нравится это? А то мы так все хвалим, хвалим, а вдруг не все так на самом деле. Само здание. Да, мне очень нравится школа. Новая, новые технологии в ней. Интереснее даже, наверное, чем дома. То есть не хочется из школы выходить. Да, я очень люблю время проводить в школе. Допоздна хожу на дополнительные занятия. Особенная атмосфера. Особенная атмосфера. Я знаю, что вы приехали из Курской области. Как узнали об этой школе и приехали именно в эту школу? Родители купили квартиру в ЖК. И после мы узнали, что там строится новая школа. Вот так вот становятся люберчанинами, понимаете? Раз, здорово. То есть тот случай, когда мы на школу выходим через покупку квартиры. Но ведь это же немножко вам было страшновато. Все-таки 10 класс, когда уже есть какие-то... В той школе вы учились все годы? Да, все 9 лет. Как, расставались со слезами на глазах? Да. Друзья, подруги? Да, да. Учителя. Учителя. Не хотели вас отпускать? Судя по всему, девочка-то хорошая, да? Да, учителя не хотели отпускать, но вариантов не было других. Ну, теперь, получается, вы становитесь такой активисткой, да, школьного движения, потому что, ну, я так понимаю, на телевидение не будут приглашать, как вот вы выразились про некоторых других. Хулиганов. Хулиганов, да. Хотя хулиганы, по-своему, тоже прекрасны. Арина, скажите, вот про профиль. Вы выбрали математику и общество знания. Просто я тоже, вот если бы у меня был выбор, я бы, наверное, примерно это же и выбрал бы. Но я бы еще кое-что выбирал бы себе. Но есть два. Почему именно математика и общество знания? Как сказала Оксана Витальевна, я буду сдавать на ЕГЭ общество знания, профильную математику и русский. И в будущем планирую поступать в педагогический университет на учителя. На учителя. Вот видите, то есть уже как бы... Подрастающее поколение, смена. Да, уже смотрите, да. Ну, конечно, и наверняка, если все у вас состоится, я вам желаю, чтобы вся ваша мечта сбылась. Все ваши мечты сбылись. И школа-то такая, что, наверное, хочется прийти, еще придется побороться за место. Но у выпускников будет, я надеюсь, этот бонус на прием на работу, если что. Да. Так, возвращаемся к следующему разговору. Давайте поговорим. Потому что помимо того, что школа открылась, она такая замечательная, много профилей, кроме математики? Какие вообще существуют? Какой выбор был? Сейчас у нас существуют только социально-экономические и химико-биологические классы. Старшую школу. Что такое социально-экономические? Даже интересно. Разве общество знания не входит в социально-экономическую? Оно входит. А, входит, да? У нас углубленное общество знания и математика. В то время как у химико-биологического химия и биология. Понятно. А как это вот происходит? Ну, в данном ситуации немножко по-другому. Но ведь существует какой-то класс, а потом вы расходитесь как-то? Или есть предметы, где вы вместе находитесь? Как это? У нас это два раздельных класса. Два раздельных? У нас разное расписание, да. То есть если кого-то хочется сохранить как подругу или друга, надо тянуть с собой. Будешь математику учить, правильно? Да. Я понял. Напомню, что речь идет у нас о новом замечательном комплексе созвездия. И так как это все новое, я вижу, что вы пришли в форме. У нас шли споры, там, возвращать школьную форму, не возвращать. Вот, Оксана Витальевна, это принципиально была такая позиция, что форма нужна в школе? И как к этому отнеслись сами учащиеся и родители? Форма, она введена во все школы Российской Федерации. Но у родителей, администрации школы, учеников есть некий выбор. Какая форма должна быть? Она может быть голубая, черная, темно-синяя. Цветовая гамма. Цветовая гамма, да. Мы также провели опрос среди родителей, учеников и решили, что для нас приемлемый темно-синий цвет и темно-синяя клетка, как мы видим. Смотрится эстетично, интересно, такой некий офисный стиль. И ввели эмблему. Эмблема также символизирует название школы созвездия, открытая книга, звезды яркие. Мы мечтаем, планируем, что ученики нашей школы впоследствии станут звездами науки, искусства. А может быть, кто-нибудь полетит к звездам, да? Возможно. Тоже было бы неплохо. Потому что созвездие тоже как бы к этому, тем более Люберцы, мы же помним, кто у нас тут учился, да? И я так понимаю, что белый свет тоже такой символ какого-то чистоты и некоего такого начала. И, Арина, скажите, пожалуйста, вы довольны учителями, которые... Ведь сейчас всё по-новому. Представляете, новое здание, новое... Там есть, наверное, ещё кнопки, которые никто не нажимал до вас, представляете? Двери, которые, может быть, никто ещё не открывал, кроме рабочих. Как вам педагогический коллектив? Мне нравятся учителя, которые у нас преподают. Они с первых уроков, можно так сказать, создали хорошее впечатление и настроили на учёбу. То есть всё так как-то у нас идеально выглядит. А вот как много времени вы проводите? Я так понимаю, что мы... И дошкольная та же работа, и внеклассная работа, наверное, у нас существует. Проводятся ли у вас какие-то там кружки, встречи, что-нибудь такое? У нас есть дополнительные занятия по математике, по русскому. Также существуют внеурочки, такие как разговоры о важном, Россия, мои горизонты. Ну, то есть всё есть, что необходимо, что в соответствии со всеми рекомендациями. Спортивный блок у нас очень сильный развит. Вот, да, о спортивном блоке я хотел его на финал оставить. Сейчас давайте про родителей поговорим, потом о спорте, потому что Рюберц – это территория спорта. Да. Оксана Тайна, родители, потому что всегда сложный вопрос. Но на первом этапе родители, наверное, в хорошем смысле слова мучили всех вас. Возьмите моего ребёнка. Потом начинается, когда ребёнка взяли, начинает выстраиваться отношение. Переведите из класса в класс. Да, из класса в класс, немного всего, да. Как сегодня у вас выстроена связь с родителями? Вы знаете, родительские собрания прошли, всё прошло спокойно. Всех детей, которые были ориентированы на школу созвездия, мы взяли. Как в дошкольное отделение, так и в школу. Родители подавали заявление через госуслуги. Сейчас всё намного проще. Мы видели заявление и его обрабатывали, соответственно. На следующий год планируем принять такое же количество детей. Это будет, наверное, сложный год, когда будет первый набор и уже будет второй. У нас сейчас дома, оставшиеся, вводятся в эксплуатацию, сдаются квартиры. То есть мы предполагаем, что в мае месяце, в июне будет ещё поток учеников. Мы готовы всех встретить. Помещение есть. То есть школа оправдывает свои ожидания. И то есть была построена с учётом того, что ещё появятся жители. С учётом нашего ЖК. Ну и давайте теперь перейдём к спорту, потому что у вас, как у меня, коллеги мне написали, у нас появился 24-й открытый школьный стадион, якобы доступный для жителей с 6 до 22 часов. Или, по крайней мере, планируется такая доступность. Вот насколько действительно вы чувствуете, что мы же сейчас все зожники, вы же зожница тоже, да? Здоровый образ жизни, кто не знает. Как со спортом у вас дела? Мне очень нравятся уроки физкультуры. Также после уроков мы с братом туда вместе ходим заниматься. То есть вам мало ещё уроков физкультуры, вы ещё тут. А в каком направлении вы занимаетесь? У меня брат занимается футболом, и я ему чем-то помогаю. Мяч подносите, что ли? Да, для тренировок. А, как интересно. Просто у нас были здесь коллеги школы футбола. Я с удивлением узнал, что у нас там, где маленькие детки, там могут и мальчики, и девочки в одной команде быть. И была настоящая футболистка, которая, так понимаю, там ещё и в нападении играет. Представляете, как здорово. Оксана, если говорить серьёзно, то мы, когда, например, с врачами встречаемся, и даже с вашими коллегами-депутатами, мы всегда говорим о профилактике, заболевании, всё начинается в детстве и так далее. Вы действительно нам много внимания решили уделить спортивной составляющей, чтобы дети были здоровы? У нас проектом школы предусмотрены три спортивных зала. Тренажёрный зал, хореографический, большой, как вы сказали, стадион, который впоследствии станет открытым стадионом для жителей. И, конечно же, мы не могли не использовать всю эту инфраструктуру. Также есть запрос от родителей на дополнительное образование. Конечно, за один месяц нельзя охватить всё, но на данный момент мы составили достаточно гибкое расписание, и ученик может выбрать тот вид деятельности, который ему интересен. Каратэ, как вот Арина уже сказала, её брат выбрал футбол, лёгкая атлетика, гимнастика, хореография. Большой разброс. Большой разброс, но дело в том, что видно, что детям это нравится. Во-первых, у нас организовано горячее питание. То есть ребёнок может в рамках проекта «Школа полного дня» находиться целый день в школе. Позавтракал, прошли некие уроки, пообедал. Попал очень хорошо, да. Да, уроки. Позанимался. Позанимался. Особенно родители, мне кажется, должны быть довольны такому графику. Да, и у нас, вы знаете, такая достаточно в ЖК добрая домашняя обстановка. То есть школы, вокруг неё семь домов. То есть получается комплекс в комплексе. Комплекс в комплексе. И ребёнку не составляет труда после уроков сходить домой, пообедать, отдохнуть и вернуться в школу на какие-то спортивные мероприятия. То есть школа уже не воспринимается как некий источник, ну, исключительно обучения, не всегда же хочется вставать, идти в школу. Ну, чего же там греха-то в 10 классе, тем более. Мы идём, всё равно идём. Но есть ещё возможность вернуться потом, после, уже с другим настроением, да, во что-то поиграть, чем-то позаниматься. И родители спокойны. И родители, да. Потому что они понимают, что всё это в стенах школы. И рядом. Да, и ещё раз уточню, что те дети, которые приехали с регионов, конечно, им тяжело за один месяц адаптироваться в городском округе. Мы понимаем, что Москва рядом, наверняка там есть секции. Но очень удобно, особенно в начальной школе, когда всё это на территории школы. И когда преподаватели опытные, работают мастера спорта, то есть всё настолько отобрано и чётко поставлено, я считаю, что родителям должно всё нравиться. Ну что ж, Арина, я так понимаю, что вы с нетерпением ждёте перехода уже в следующий, 11 класс? Да? Я пока наслаждаюсь моментами в 10-м. Вы видите, как прекрасный ответ. Вот сразу видно хорошую ученицу. Спасибо вам большое. Мы желаем искренней удачи. Это проект фактически, да, созвездие. Большой, важный проект для городского округа Люберцы. И, конечно, Оксана Витальевна Кромина, которая его не только курирует, но является директором, ещё и депутатом. Вот. И слава богу, потому что, если что, она выбьет из коллег-депутатов какую-то дополнительную помощь. Ну а Арина, вам, ваша Арина Ковалёва, ученица 10-го класса, в вашем лице привет всем ребятам. Сложный, конечно, период, все вместе собраться, но все, в общем-то, в одинаковых условиях, да. Это тот случай, когда все пришли с разных сторон и объединились в один, надеюсь, дружный коллектив. Вам удачи, хорошего учебного года. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельменко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»